Добрый вечер! Мы сегодня с вами начинаем семинар по автовозможностям программы Microsoft Office Word. Часть вторая. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Можно писать на почту, если будут появляться какие-то вопросы после нашего семинара или любые вопросы по Microsoft Office. Я являюсь преподавателем центра специалист при МГТУ имени Баумана. Работаю здесь уже восьмой год. Я являюсь сертифицированным тренером Microsoft и, как вы видите по списку статусов, экспертом Word 2013 версии, Excel 2013 и в совокупности статус Microsoft Office Master 2013 версии офиса. Сегодняшний наш семинар посвящен автовозможностям программы Word. Здесь мы рассматриваем с вами автосодержание, создание структуры документа, создание предметного указателя с помощью автопометок, автонумерации страниц и вставка автоматических блоков, которые называют экспресс-блоки. Для работы нам понадобятся некоторые файлики. Я их положила в личный кабинет нашего семинара. Если еще не скачали, можете скачать, а можете сейчас просто посмотреть и потренироваться на своих файлах, либо после нашего семинара. Итак, мы начинаем с вами разбор темы создания автоматической структуры и автооглавления. Что у меня есть? Есть некий файл, который является сборкой из разных видов источника, то есть из книг, из интернета, из каких-то сайтов, вручную прописанных и так далее. Очень часто, когда мы работаем со сборными документами, мы просто копируем данные из каких-то источников и забираем это все в отдельный документ. Что некрасиво в этом документе? Во-первых, видно, что форматирование разное с разных источников. Видно, что у нас есть некие гиперссылки, потому что данные брались из интернета. Поэтому первое действие, нам нужно избавиться от всей вот этой грязи. То есть сделать наш файлик с одинаковым форматированием. Что для этого делается? Можно пойти разными путями. Самый быстрый и самый простой способ – это выделить весь документ, скопировать его, тут же вставить и в параметрах вставки через кнопочку Ctrl в SmartTag выбрать «Вставить как» – сохранить только текст. Ну или через правую кнопку мыши вставлять, тоже с тем же параметром «Сохранить только текст». Что в этом случае произойдет? Все наши текстовки будут оформлены одинаково. Но так как я сейчас при выборе правой кнопки мыши и «Сохранить только текст» сбросила выделение, поэтому у меня сейчас произошел небольшой сбой. Итак, значит, Ctrl-A – выделить все, Ctrl-C – скопировать, Ctrl-V – вставить и выбрать в SmartTag вставить только текст или сохранить только текст. При этом происходит следующее. Программа сбрасывает все настройки до начальных настроек самого шаблона. В моем случае это шрифт калибри 11-го шрифта, выравнивание по левому краю, там обычный шрифт и так далее. Дальше я не буду говорить о том, как выполняется форматирование. Это либо вам всем известно, либо нужно отдельную тематику заводить. Значит, наша задачка сейчас создать структуру этого документа. Значит, для чего используется структура и из чего она состоит? Значит, структура документа используется для того, чтобы можно было удобно пользоваться навигацией по документу, то есть быстро переходить в различные разделы, для того, чтобы автоматически собирать содержание документа, но и для создания планов. Что для этого можно сделать? Есть два варианта. Есть первый вариант. Использовать стили заголовков первого, второго и третьего уровня. Именно эти три уровня заголовков будут попадать в автосодержание. Либо воспользоваться настройками уровней абзаца. Это основной текст мы меняем на уровень 1, уровень 2 и уровень 3. Но уровней у нас всего и 9 максимально, но именно первые 3 опять же попадают в автосодержание. Что нам и нужно будет в конце концов сделать. Мы с вами абзацы использовать не будем. Мы будем использовать стили заголовков. Значит, что для этого делается? Значит, мы выделяем тот текст, который должен попасть в нашу структуру или в содержание как заголовок первого уровня. И либо идем в стиле и ищем кнопку заголовок 1, либо мы можем воспользоваться горячими клавишами. Клавиши Ctrl-Alt и номер уровня 1. Ctrl-Alt-1. Для того, чтобы увидеть, что происходит в этом случае, нам нужно с вами открыть на вкладке вид в группе показ или показать, по-моему, в седьмой версии, кнопочку область навигации или схема документов седьмой версии Excel. Итак, область навигации. Значит, у нас происходит следующее. На вкладке заголовки в этой области программа начинает прописывать все названия, которые мы отмечаем вот этими уровнями заголовков 1, 2, 3, 4. И видим, что географическое положение уже попало в нашу структуру. Ну, дальше так. Либо вы выделяете следующий заголовок, допустим, исторический очерк и снова Ctrl-Alt-1 или кнопочка заголовок стиля 1. Далее заголовок достопримечательности Афины, то же самое, либо заголовок 1, либо Ctrl-Alt-1. Либо, если у вас есть уже оформленные фразы, то можно применить формат по образцу. Вот. Мы эту кнопочку сейчас попробуем использовать для второго уровня. Например, в достопримечательности у нас есть Акрополь. Я его выделяю. И жму Ctrl-Alt-2. Это второй уровень. А дальше так. Так как мне нужно этот стиль использовать несколько раз подряд, я кнопкой формат по образцу дважды помечаю, что мне нужно применить этот стиль. И иду дальше. Значит, раздел пропилей и так далее у меня будет все третьим уровнем. А вторым уровнем у меня будет заголовочек следующий. Адеон Геродота. Дальше Театр Диониса. Ариапак. И вот вы видите, я помечаю, программа Word начинает автоматически формировать второй уровень структуры. Храм Зевса. Стадион. Далее формирую третий уровень. Внутри Акрополя раздела у меня есть под уровни. Это пропилеи, парфенон и так далее. Я попробую применить новый вариант форматирования. Я выделяю пропилеи. Зажимаю Ctrl. Выделяю парфенон. Ctrl-Электион. Ну и что у меня тут еще? Идет храм Ники. И по-моему все. Выделила одновременно несколько заголовков. И Ctrl-Alt-3, соответственно, применила стиль заголовок третьего уровня. И мы попали с вами на структуре, на третий уровень структуры. То есть первый уровень три заголовка, второй уровень несколько заголовков и третий уровень. Так достаточно быстро можно создать структуру нашего документа. Мы сейчас с вами не говорим о том, как можно изменить настройки этих заголовков. Если будет интересно, можно будет попасть к нам на второй уровень Word. Там мы достаточно серьезно работаем со стилями. Говорим о том, как пронумеровать эти стили и так далее. Теперь наша задача. Создать автосодержание. Когда мы работаем с содержанием, первое, что нам нужно сделать, определить, где это содержание в нашем документе будет появляться. Либо в начале, либо в конце. Вариации разные, но, допустим, я создаю в начале. Что для этого делается? Ставлю курсор в нужном месте. Для этого нужные чистые абзацы не обязательно определять. Достаточно просто поставить перед началом текста. И иду на вкладку ссылки. На вкладке ссылки у нас первая кнопочка называется «Оглавление». Здесь есть несколько вариантов. А мы собираем и просто настраиваемое оглавление, где вы можете сделать дополнительные настройки. Наша задача посмотреть автосодержание. Поэтому я выбираю автособираемое оглавление 1. Что произошло? Программа в начале моего документа добавила таблицу в виде заголовка оглавления и перечня всех моих заголовочков, которые были оформлены разными стилями. Заголовок 1, заголовок 2 и заголовок 3. И сразу создала номера страниц, хотя у меня файлик еще не пронумерован. То есть он берет пока нумерацию страниц по фактическому месторасположению. Но я надеюсь, вы увидите, что оглавление и текст на одном листе – это неправильное расположение. Нужно текст нашего документа сместить на новый лист. Самый быстрый и самый беспроблемный способ переноса – это вставка разрыва. Опять же, разрывы – это достаточно серьезная тема. Есть у нас с вами на вкладке «Разметка страниц» разрывы. Страниц, разрывы разделов, чем они отличаются на курсах Word мы рассказываем обязательно. Сейчас нам нужно просто определить. Это будет раздел или страница. Для чего мы используем обычно разделы? Разделы используются для того, чтобы для каждого раздела можно было определить свою ориентацию страниц. То есть часть документа книжная, часть документа альбомная. Альбомную страницу можно делать только в том случае, если это часть документа в виде отдельного раздела. Либо, если нам нужно сделать разные колонн-титулы для разных разделов, для разных частей книги или нашего документа. Можно сделать и разрыв страницы, и разрыв раздела. Ну, давайте сделаем разрыв раздела. Встаем перед словом «Афины», «Разрывы» на вкладке «Разметка страницы», «Разрыв» раздела со следующей страницы. То есть новый раздел начинается со следующей страницы. Соответственно, появляется меточка «Разрывы раздела» и весь текст уходит вниз на новую страницу. Получается, что у нас сейчас текст начинается не с первой страницы, а со второй. Нам что нужно сделать? Нам нужно обновить оглавление. Оглавление в данном случае обновляется так. Либо кнопочка «Обновить таблицу», вот она, либо правый щелчок «Выделить диапазончик», правый щелчок «Обновить поле». В любом случае программа спросит, вы обновлять будете все целиком или только нумерацию страниц? Нам сейчас достаточно нумерации, поэтому оставляем так, как есть настройка, жмем на «Ок». И получается, что географическое положение у нас начинается уже со второй страницы, а не с первой. Вот таким образом. Далее. Значит, если мы хотим что-то донастроить, ну, например, я хочу быстро сделать эту структуру нумерованной, то есть автонумерация. Должны мы находиться в любом заголовке, лучше всего в первом, потому что иногда программа сбрасывает и начинает настройки со второго уровня или со второго пункта. Итак, в пункте «Географическое положение» встаем и на вкладке «Главное», там, где у нас идет нумерованный списочек в виде многоуровневого, открываем, и в библиотеке мы должны с вами выбрать какую-нибудь нумерацию, которая завязана на заголовках. Заголовок первого, второго, третьего и так далее уровней. Оно самый простой – это вариация «1 заголовок 1», «1 заголовок 2» и так далее. То есть я выбираю вот этот вариант, и программа мне сразу же, вот если в нашу навигацию посмотреть, пронумеровала все уровни. То есть ничего вручную делать не надо, достаточно просто выбрать какой-то вид. Соответственно, если вы хотите, чтобы эти нумерации попали в оглавление, оглавление нужно снова обновить. Ну, допустим, я выбираю кнопочку «Обновить таблицу», и он опять спрашивает, целиком? В данном случае да, потому что нумерацию мне нужно включить. Обновить целиком, окей, и вот они номера в моем тексте. Вот, есть небольшое «но». Если заголовок длинный, иногда вот эта меточка с знаком табуляции, она дает не очень красивую ситуацию. То есть иногда вот этот текст переносится куда-то вот сюда, и, соответственно, вот здесь продолжается текстовочка, и получается большое расстояние. Что в этом случае можно предложить? Есть такой хитрый ход «Поменять знак табуляции на знак пробела». И делается это в настройках нашей нумерации. К примеру, встаете снова в географическое положение, то есть в первый пункт, открываете многоуровневый список, определить новый многоуровневый список, и дальше нам нужно открыть кнопку «Больше», чтобы увидеть больше настроек, и сделать так. Для каждого нужного уровня символ после номера, знак табуляции поменять на пробел. Или можно схитрить. Можно сделать один раз и нажать на «Для всех уровней», но тогда у нас еще и сдвиг произойдет для всех уровней, поэтому я этого делать не буду. Перейду на второй уровень и скажу, что мне нужен пробел, для третьего тоже пробел, но четвертого у меня просто в заголовках нет, поэтому дальше не пойду. Итак, определение нового многоуровневого списка. Для первых трех сделала пробел после номера, нажимаю «Окей». Вот они прямо видно, знаки табуляции ушли. Что получается в нашем оглавлении? Снова нужно обновить. Обновить таблицу, целиком, «Окей». И вот видно прямо, как наш текст пришел, близко стал к номеру. Можно два пробела, чуть-чуть. Главное, что нет табуляции. Еще раз. Значит, встаете в нумерованный список, открываете многоуровневый, определить новый многоуровневый список, и кнопка «Больше» нам открывает больше настроек. Вот она, настройка. Символ после номера. Символ после номера. Вместо табуляции ставите пробел. Вот такой хитрый ход, который позволяет избавиться от некоторой проблемы с помощью вот этой табуляции возникающей. И так для каждого уровня, который вам нужно поменять. Первый, второй, третий. Что касается автовозможностей для наших документов в продолжении. Ну, допустим, мне нужно вставить какой-то блок в виде, например, надписи. Что обычно мы делаем? Мы идем на вкладку «Вставка», выбираем фигуры, надпись, или вот здесь вот текстовое поле. Рисуем эту надпись, пишем чего-то там. Форматируем надпись через вкладку «Формат». Там, допустим, цвет шрифта определяем. Можно поиграть немножечко. Цвет заливочки. Ну и так далее. Можно сделать объемную фигуру. Но получается так, что эта надпись у меня закрывает текст. Для того, чтобы текст был, не перекрывался, нам нужно выполнить обтекание текстом. Это для рисунков, для надписи одна и та же настройка. Значит, обтекание текстом. Ну, например, я говорю «Вокруг рамки». И тогда у меня получается вот такая вот картиночка. А теперь представьте, что такую надпись мне нужно с таким же размером, с такими же настройками сделать много-много-много раз в одном документе. Ну, с разным текстом. И вариант копирования, вставка, или вариант «Вставить и с нуля настроить» не очень удобен. Тем более, если эту рамочку мне нужно будет вставлять в других документах. Вот что можно будет сделать? Значит, можно будет сделать так, чтобы программа запомнила эту рамочку с этими настройками и предлагала мне ее каждый раз вставлять в виде текстовой надписи. Сейчас пока покажу, что он предлагает как бы по умолчанию. Значит, на вкладке «Вставка» у нас есть группа «Текст». Называется инструмент «Текстовое поле» или «Надпись». И вот варианты, которые заложены в самом Word. Например, я беру вот такую цитату. Вот она у меня уже расположилась. Моя задачка просто ввести текст туда. Источник указать и так далее. То есть, если нужно, другую такую я показываю, где она должна быть. Снова захожу в «Вставка», «Текстовое поле». Беру снова такую уже. Он мне вставил. Моя задачка просто подписать. То есть, если вы хотите, чтобы такие надписи у вас появлялись с вашими настройками, нужно сделать так, чтобы ваши надписи программа запомнила. Показываю, как. То есть, я сейчас вот это удаляю лишнее. Итак, возвращаюсь к нашим. Я ее должна выделить. И иду на вкладку «Вставка» в ту же кнопочку, которая мне позволяет «Вставлять текстовые поля». И говорю, давай сохраним выделенный фрагмент в коллекцию. Выбираю. Дальше мне нужно дать название этому объекту. Ну, например, близкий, русский. Допустим, «Моя надпись». Итак, «Моя надпись» в коллекцию надписи. Есть общие или встроенные. Описание можете подписать, для чего вы эту надпись используете. Сохранить в коллекцию блоков и куда, как вставлять. Значит, что такое «Вставить только содержимое»? Это значит, вот где находился курсор Excel, простите, вот туда и вставляет. Если вы выбираете «Вставить содержимое» в тот же абзац, то в то место, где мигал курсор, Excel добавляет новый абзац, пустой, и именно туда вставляют эту надпись. Ну, и, соответственно, если вы выбираете «Вставить содержимое» на ту же страницу, программа, в место, где стоял курсор, добавляет новый лист чистый и на этот лист помещает этот объект. Обычно программа сама ориентируется по выделенному фрагменту, как его вставлять. Поэтому чаще всего мы даже сюда не заходим, не выбираем. Итак, дали название, нажали на «Ок». Переопределить стандартный блок. Ну и дальше. В каком бы документе ни были, встаете в место, где вам нужен объект, вставка, текстовое поле, ищите в категории «Общий», вот она, «Моя надпись», жмете, и вот он, «Объект». Задачка – просто изменить текстовку. В нужном месте поставили курсор, вставка, текстовое поле, общий, «Моя надпись», и снова сюда же, но с другим текстом. Вот так достаточно быстро можно делать вставку одинаковых объектов в одном и том же месте, с тем же обтеканием, с тем же выравниванием, но с разными данными. Вот. Чуть попозже мы посмотрим еще другие вариации стандартных блоков. пока мы с вами поговорим о нумерации страниц. Значит, есть разные возможности. Есть возможность автоматической нумерации. Это на вкладке «Вставка» нам нужно найти кнопочку «Номер страницы» в разделе «Колон титулы» и сказать, где они должны у нас помещаться, вверху или внизу. Вот. С 10-й версии программы мы можем нумеровать еще и вертикальным контуром, то есть сделать вот так нумерацию 1, 2, 3. Вот. Но наши стандартные документы это, конечно, не принимают, поэтому возьмем вариант такой. Номер страницы, допустим, внизу и выбираю вариант простой «Номер 2». То есть нумерация будет всегда в середине листа в нижней ее части. В нижней части страницы. Вот. При этом давайте посмотрим, что произошло на первой странице, там, где у нас оглавление. Номер единичка прорисовался. Вот. Что мы можем сделать? Мы можем эту эту единицу отключить. Если находитесь в странице, где у вас стоит единичка, обязательно проверьте, что это у нас с вами идет колонтитул первого раздела. И тогда мы можем поставить флажок «Особый колонтитул для первой страницы». И с первой страницы нумерация уйдет. Вот она. Ну и есть маленький подвох. То, что мы с вами настроили для этого раздела автоматически должно перейти на второй раздел. Хотя не всегда так бывает. Вот. Если вдруг вы увидели, что первая страница второго раздела также потеряла нумерацию, то нужно встать на первую страницу второго раздела, отключить кнопочку «Как в предыдущем разделе». И если нужно, если поставим сложок «Особый колонтитул» для первой страницы здесь, его тоже убрать. Ну вот у меня все в порядке сейчас. То есть здесь флажок не установлен, поэтому я оставляю так, как оно есть. Итак, это автоматическая нумерация. Встали, выбрали кнопку на номер страницы и, соответственно, все пронумеровалось. Выход из колонтитула. Либо конструктор закрыть окно, либо просто двойной щелчок в то место, которое колонтитулом не является. Допустим, вот сюда. Вот. В чем колонтитулы хороши? В том, что, когда мы вышли из этого раздела, из раздела колонтитулов программа, заблокировала возможность изменения вот этой информации, в данном случае нумерации страниц. и разблокировала наш основной текст. Ну, соответственно, нужно ли нам с вами поменять обновление, обновление, оглавление выполнено? Вопросик. Ну, мы что-то отменяли здесь? Мы просто включили нумерацию и отключили нумерацию первой страницы. То есть, даже если я нажму обновить целиком, все будет то же самое. Дальше моя задачка такая. Сделать так, чтобы все вот эти разделы были на отдельных страницах. Соответственно, географическое положение нужно отделить вот от этого текста. Что делаю? Встаю с оголовок, нажимаю разметка страницы, разрыв, и вот здесь очень важно, мы создаем новый раздел, поэтому разрыв раздела со следующей страницы. Иду в исторический очерк. Здесь навигация очень удобная. Разрывы, следующая страница, все, новая страница и достопримечательности точно так же. Разрывы, следующая страница и так далее. И вот сейчас обновление нужно для оглавления выполнить. Обновить таблицу, нумерация страниц, окей, все пересчитано. То есть, как вы видите, содержание ставится достаточно просто, обновляется просто, главное правильно проименовать и оформить заголовками стилем первого, второго и третьего уровня. Если уровней будет больше, то это уже настраиваемое оглавление и, соответственно, находится оно на вкладке ссылки оглавление настраиваемое. Здесь вы можете поменять количество уровней входящих или не входящих, наоборот, в наше содержание. Заполнители, которые используются или убрать их, наоборот, как оформлен будет, с какого шаблона, ну и так далее. Вот. Это первая часть нашего семинара, соответственно, создание структуры и авто содержания. Вторая часть. Вторая часть. Предметный указатель. Как этот предметный указатель создается стандартным способом, мы рассматривать с вами не будем, потому что это, во-первых, длинно, во-вторых, это, опять же, не наша с вами тема, это тема нашего второго уровня. Я показываю вариант. Как предметный указатель сделать быстро, без проблемы, без отдельной вручной пометки. То есть автопометка. Ну, что такое вообще предметный указатель? это список наших каких-то основных понятий, фамилий и так далее. И эти наименования обычно разбиваются по алфавиту на букву АБВГД и, соответственно, показывают кроме наименований еще и страницу, о котором написано. Обычно мы видим эти предметные указатели в разных энциклопедиях и так далее. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать пометку нашего предметного наших основных понятий этого файлика и таблицу для автопометки я создала заранее. Таблица состоит из двух столбцов. Первый столбец перечисляет все основные понятия, которые должны попасть в это оглавление. Во второй колонке мы с вами закладываем тип ссылок. Есть предметный указатель одноуровневый, когда я говорю мне нужны Акрополь, Агора, Аделон и так далее и они попадают каждый в свою группу. То есть только свое название. А есть многоуровневый или двухуровневый вариант предметного указателя, когда допустим вариации Агора, Ареопакт и так далее это позиции, которые относятся к достопримечательностям. А допустим вот эти фамилии у меня относятся к архитекторам. Тогда я делаю пометку так. Значит то, что должно попасть в группу достопримечательности, помечают достопримечательности двоеточие, пробел и название прописываю еще раз. Вот кстати здесь у меня не дописано немножко пропилеем. Я копирую и вот сюда вставляю и соответственно стадион тоже копирую и вставляю. Если бы я не доставила сейчас вот эти названия, вот эти две пустые строчки с названием достопримечательности попали бы как отдельный пункт моего предметного указателя как акрополь, как алкоментом и так далее. Итак, создается табличка из двух столбцов перечень наименований и фамилии и разбивочка на группы, если она нужна, либо просто дублирование тех же самых названий. Далее этот файл нужно обязательно сохранить. Сохранить под названием в данном случае предметный указатель и закрыть, потому что не всегда с открытого файлика он может подтянуть вот эту вот настройку. Далее встаете в любое место вашего документа и для того, чтобы наша программа автоматически сделала автопометку, мы на вкладке ссылки переходим в группу предметный указатель и выбираем предметный указатель. И здесь у нас есть кнопочка пометить и автопометка. Вот пометить это значит вручную что-то сделать. А автопометка это как раз забрать все настройки из нашей таблицы. я выбираю автопометка и дальше программа говорит а где ваш файлик с таблицей. Ну в моем случае файлик находится на рабочем столе в папке семинар и называется предметный указатель. Все я только выбрала а программка Word мне уже все вот эти названия пометила вот они в режиме непечатаемые знаки эти пометки видны вот этими фигурными скобочками xe это как раз признак предметного указателя а дальше так достопримечательности двоеточие это значит что мы попадаем в группу достопримечательности и название ее это парфенон ну соответственно здесь то же самое и так на каждой странице по каждому наименованию которые я указывала ну вот например может там в историческом очерке посмотреть вот он Адеон там значит что-то еще вот Акрополь есть ну и так далее теперь если я что-то не смогла включить или забыла я могу сейчас сделать пометочку отдельно к примеру к примеру я хочу допустим взять название ну вот династии например Птолемеи ну ладно возьмем Птолемеев я его выделяю нажимаю ссылки пометить элемент ну и соответственно я должна указать как выглядит это название Птолемеев и как в какую группу он должен попасть нужна ли группа если группа нужна дополнительно заполняю названием группы если не нужна право оставляю пустым дальше нажимаю пометить все то есть все вариации и нажимаю закрыть то есть вот сколько раз встречалось это слово оно помечается в моем документе ну или давайте еще Юлиан отступник например пометить элемент пометить все пометочка выполнена закрываем то есть либо мы берем данные из таблицы либо помечаем вот так вот вручную ну а теперь создание самого предметного указателя ухожу в конец документа ну и наверное удачи не будет если предметный указатель будет у меня на отдельном листе поэтому разметка страницы разрыв раздела со следующей страницы и вот сюда я буду создавать предметный указатель так как сам предметный указатель в отличии допустим от оглавления у меня отсутствует список автособираемого поэтому я должна ему дать имя пишу предметный указатель и жму enter и теперь вот в этот абзац я его вставляю ссылки предметный указатель выбираю настройки если я оставлю так как есть он будет вот в таком вот виде не очень красивый презентабельный презентабельный не видно какие буквы относятся к какому элементу и так далее что могу сделать могу выбрать формат допустим классический вот такой вот вид либо там затейливый ну и так далее допустим выберу затейливый номера страниц пусть будут в конце названия и столбцы количество столбцов в указателе обычно ставится два поэтому оставляю так как есть и жму на ok пометка уже выполнена вот он собрал мне вот такой предметный указатель из моих элементов если что-то нужно изменить можно зайти снова сюда же допустим хочу поменять на другой какой-нибудь шаблон допустим классику возьму в одну колонку ok спрашивает поменять да поменять вот получается вот такой вариант предметного указателя то есть в данном случае ручная пометка не очень удачная а вот автопометка она хороша потому что во-первых быстро скопировать можете элементы а во-вторых быстро можно поменять и одним движением сделать все пометочки на каждой странице вот такой вот вариант предметного указателя значит ну с нумерацией страницы мы с вами посмотрели как работать а теперь по поводу экспресс-блоков наверное один из самых шикарных моментов который недавно появился в нашей программе это экспресс-блоки что мы можем делать я вам уже немножко показала то есть я могу создать свои блоки надписи и так далее но самое интересное не в этом самое интересное заключается в следующем допустим допустим у меня есть некие документы ну я вот выберу допустим некий типовой договор в котором очень много всякой грязи очень много неточностей но мне нужно будет две позиции рассмотреть например первая строка под договором обычно мы здесь пишем что там город и дата справа или просто дата вот сейчас этот вариант для печатного вида он в принципе достаточно удачный если я отключу еще вот эти непечатанные знаки все в общем-то красиво но если мы будем заполнять эти данные вручную например вот здесь я напишу Москва и сразу все видно что все поплыло и нужно избавляться вот от этих лишних нижних подчеркиваний вот здесь нужно что-то делать потому что подчеркнуть надо что было все одинаково и вот здесь начинается проблема вот она сразу видно то что было введено символами вот здесь то что подчеркивание выше и в распечатке это будет не очень красиво и не культурно с другой стороны то же самое с датами здесь пишу какую-то дату все разъезжается и ручное подчеркивание приведет к той же самой ситуации так вот как правильно выбраться из этой ситуации значит обычно для того чтобы все это было да зря удалила для того чтобы это все было красиво пользуются таблицами значит таблица это шикарный выход из положения что я должна сделать я должна продумать сколько здесь будет ячеек ну ситуация такая город это отдельная ячейка место для введения города вторая ячейка вот это расстояние третья ячейка соответственно кавычка четвертое место пятое шестое седьмое восьмое девятое десятое то есть мне нужно 10 ячеек встаю в пустой абзац и можно даже наверное вот так сейчас скопируем можно вставить даже в новом листочке чтобы не мучиться с текстом итак пустой абзац создаю вставка таблица и мне нужно 10 ячеек выбираю вот этот вариант что дальше текстовку которая у меня должна быть я ввожу вручную сюда ставлю город значит мне нужна маленькая буква убираю для Москвы оставляю место для расстояния места вот сюда мне нужна кавычка здесь пустое место здесь кавычка закрытая еще один фокус чтобы закрыть кавычку нужно сделать так две кавычки поставить и левую стереть иначе не получится соответственно место для месяца 20 место для года и год г точкам ну и опять отменяю вот этот автоматический вот прописный бук подготовилась теперь меняю ширину столбцов так как мне нужно подогнать все эти надписи под ширину моего текста таблицу оставляю пока в таком виде и делаю изменения только внутренних настроек итак город для Москвы побольше места 20 месяц немножко вот так наверное значит ячейка с кавычкой здесь мне нужно дату определить и соответственно ячейка с кавычкой ну и немножечко мы вот эту шпучку сдвинем ну что-то похожее если хотите полностью подогнать под ширину текстов можете ввести дату можете ввести название самого длинного месяца и соответственно уже подкорректировать более точно насколько это можно вот так вот так так дальше движение следующее я должна сделать так чтобы у меня остались только вот это подчеркивание вот это и вот это и вот это то есть я убираю все границы макет и соответственно вкладка конструктор и убрать все границы и ставлю границы только там где они нужны значит вот в этой чайке мне нужна нижняя граница вот в этой чайке нижняя граница вот в этой и вот в этой вот такая заготовочка значит если что-то значит проблемы с этими позициями нужно их будет опять же подкорректировать поуже пошире и так далее и так заготовочка есть теперь нужно сделать так чтобы в любой документ моего ворда я могла вставлять быстро вот такую вот картинку что я делаю я выделяю всю мою таблицу открываю вкладку вставка здесь моя задача решить где этот блок будет храниться есть пара вариантов я могу хранить там где все таблицы вот здесь в экспрессе а могу хранить там где вообще все блоки то здесь решать вам ну допустим хочу где таблица выделил табличку таблицы экспресс таблицы в самом низу сохранить выделенный фрагмент в коллекцию экспресс таблиц и снова даю имя например город допустим дата в коллекцию в коллекцию таблиц в категорию общие или мы можем с вами создать свою личную категорию чтобы мои таблицы стали сверху списка допустим я создаю свою категорию и называю ее первая ну допустим моя опять же первая моя единицу ставлю для того чтобы программа не сортировала название категории по алфавиту единичка это числовое значение которое всегда попадет вверх списка если остальные значения начинаются с буквы итак первая моя в коллекцию экспресс блоков ставить содержимое в тот же абзац то есть чтобы он в это место создавал новый абзац и соответственно туда попадала вот эта надпись и шму на кей дальше что я делаю в принципе этот файлик можно уже закрыть без сохранения программа запомнила все теперь мне нужно в договор ставить вот эту вот красивую дату показываю место иду вставка таблицы экспресс таблицы ну и так как я дала свою категорию она вот здесь вот вверху а не внизу как было в прошлый раз вызываю вот эту табличку правда здесь маленькое но некоторые варианты ворда то есть не все и не всегда сбрасывают границы которые я прорисовала но это в принципе не сильно страшно я могу заново сбросить границы сбросить все границы и соответственно опять же прорисовать нужные мне в любом случае это будет быстрее чем создавать это все заново но еще раз проговариваю этот вариант будет не всегда часто он работает нормально то есть вставляет так как мне я прорисовала заранее и вот здесь можете уже писать и города и даты спокойненько что у нас там сегодня 0.9 0.4 или апреля 2016 16-го года и так далее так ну что у меня получилось у меня получилось что здесь не вошло места не хватило ну то есть заранее не посмотрела сколько символов может быть введено и немножечко не вошло вот такая вариация значит точно так же мы можем с вами в коллекцию экспресс-блоков добавить допустим блок типа заказчик-исполнитель или место печати вот вариация значит создаем таблицу допустим для места печати мне нужно значит смотрим раз два три четыре пять шесть семь восемь столбиков а девять еще соответственно табличка будет из девяти столбцов первый пустой во втором будет слэш третий пустой в четвертом слэш этот пустой этот пустой здесь и вот здесь будут слэши опять же уменьшаю размеры там где-то мне нужно где-то увеличиваю где-то уменьшаю настраиваю так как мне будет необходимо так ну здесь наверное еще побольше сделаем вот таким вот манером значит и снова отключаю границы включаю вот эту граничку так вот эту вот эту и вот эту а кстати еще у нас место печати значит здесь соответственно нам нужна новая колонка новая строка я ее создаю но лучше бы ее создавать было заранее потому что видно что у меня сейчас неправильно формируется граница ну отключу пока границы сформирую новую строчку и допишу место печати значит с местом печати здесь такая ситуация его нужно аккуратно поместить в центр моей ячейки и сделать так чтобы она прилипала вот к этой верхней строке что делаю я делаю шрифт помельче делаю выравнивание по центру ну и если у вас сейчас не прилипло так как у меня то в настройках абзаца я делаю интервал перед интервал после то есть обычно как если у нас в шаблоне стоит 6 и 6 допустим тогда это может превратиться вот в такое написание не очень красивое соответственно абзац настройки интервал перед интервал после ноль слева и справа все нулевое и жмем на окей вот и сейчас я вот эту рамочку увеличу так вот и делаю то же самое место печати это у нас с вами 1 2 3 1 2 3 вот здесь вот здесь то есть можно скопировать вот сюда ставить да кстати если вы не видите границы это очень удобно можно в макете нажать на кнопочку отобразить сетку то есть она не будет печататься но вы ее будет видеть итак место печати выделили скопировали и вот сюда вставили вот теперь прорисовали нижние границы нужные нам и снова выделить табличку и сохраняем вставка таблица экспресс таблицы сохранить выделенный фрагмент в коллекцию экспресс таблиц даем имя например место печати заносим свою категорию все остальное оставляем так как есть ok теперь нужно куда-то поставить какой-то документ открываете этот документ говорите вот сюда хочу хочу поставить место для печати ставка экспресс таблицы вместо печати вот как вы видите сейчас уже не произошло разнос вот этих вот наших границ как хотели то есть если есть какие-то вещи которые вы часто используете и на создание с нуля тратите большое время и на поиск в где-то в других документах очень удобно создали отформатировали все подогнали под нужный вариант выделили вкладка вставка и либо ищите раздел где этот элемент должен храниться это может быть титульная страница вот она создать выделенных сохранить выделенный фрагмент в коллекцию титульных страниц это может быть вставка экспресс таблицы сохранить это может быть текстовое поле это может быть просто экспресс-блок это может быть формула сохранить выделенный фрагмент ну и так далее то есть все что есть она хранится на вкладке вставка если боитесь запутаться идете в экспресс-блоке вот сюда говорите сохранить выделенный фрагмент в коллекцию даете имя окошко то же самое и вот здесь можете выбрать те же самые таблицы титульные страницы уравнение и так далее тогда программа сама их раскидает нужную кнопочку или можете оставить как экспресс-блоки и тогда у нас этот фрагмент попадает вот сюда кнопка экспресс-блок вот он элемент то что я выделила и его вы можете вставлять в любой документ в указанное вами место поставили кусторчик экспресс-блок вставить и вот все что я прописывала вот очень интересный инструмент нужно им пользоваться особенно если одни и те же документы под разными видами используйте в вашей работе так ну и на этом наверное у нас с вами на сегодня все я вас хочу поблагодарить за внимание а